Раннее утро, Похвестневский район. Редкий случай, когда главу можно застать в кабинете для беседы в спокойной обстановке. Все чаще он на территории, предпочитает принимать решения, зная ситуацию на месте. А территория под его руководством необъятная. 15 сельских поселений, 79 населенных пунктов, каждый по-своему особенный. Похвестневский район – край, в котором соседствуют 4 национальности – русские, мордва, татары и чуваши. Вместе живут, вместе работают и учатся друг у друга. В одном из сел Алькино ему уже более 400 лет. Даже принимали в 2010 году первый всероссийский сабантуй. Я всегда сравниваю наш Похвестневский район, это Российская Федерация в миниатюре, где компактно проживают русские, чуваши, татары, мордва. И вот эта большая многонациональная семья, проживая в 15 сельских поселениях Похвестневского района, сегодня какой-то образец для подражания для других территорий. Что люди живут в понимании, в толерантности, в уважении друг к другу. Похвестневский район – это просторы, раздолия и большие возможности для сельского хозяйства. Одна треть мяса свинины для области производится именно здесь. Тут же и переработчики. В районе всегда есть свои натуральные мясные и колбасные изделия. Планируют до такого же уровня поднятие производства говядины и молочной продукции. Второй по успешности направление – растениеводство. В прошлом году Похвестневский район уже был на почетном втором месте по урожайности в области. И третий по воловому сбору. И в этом году ждут большой урожай. Против прошлогодних 77 тысяч тонн зерновых ожидается 80 тысяч. Несмотря на раннюю сырую весну, удалось засеять всю пашню 103 тысячи гектар, в том числе льном и кормовыми. Помогла новая техника по программе устойчивого развития сельхоземель. Обновили 98% всей техники. Практически за 30 лет такой ранней весны не было в нашем районе. Но мы посеяли в этом году, согласно плана, все нормативы плана выполнили. Посеяли 30 тысяч яровых культур и 14 было у нас посеяно зимой культур. Это осень 2015 года. Общая сила 44 тысячи зерновых и всех посевов 78 тысяч гектар. В районе действует 18 сельхозпредприятий, 113 крестьянских фермерских хозяйств, а индивидуальных предпринимателей и личных пособных хозяйств и не сосчитать более 12 тысяч. Их успехи, гордость и результат политики района. Создавать все условия для жизни на селе. Достойный уровень медицины. ФАПы есть в каждом селе. Есть и Центр медико-социальной реабилитации. В каждом селе свой дом культуры, полная газификация, ремонтируются дороги. Есть свое автотранспортное предприятие, 16 автобусов. Организованы регулярные вывоз ТБО. Даже есть свои многофункциональные центры, где можно получить государственные и муниципальные услуги. А школьное образование в районе ничуть не хуже городского, а в чем-то даже и лучше. Здесь 17 общеобразовательных школ и одна коррекционная. Недавно построили еще одну новую школу в селе Рысайкино. Достраивают детский сад на 180 мест. Кадровую политику решают на опережение. В школах есть «Газпром» и «Агроклассы». Ребята со школьной скамьи уже имеют какое-то особое отношение, чем занимаются твои родители на этой территории, и что я могу продолжить уже более на современном этапе. И вот эта, наверное, взаимосвязь нам потихоньку помогает поступательно идти вперед. Библиотеками, музеями здесь тоже никого не удивишь. А вот спорт здесь на особым счету. И не случайно, например, село Красные Ключи – родина первого российского чемпиона по греко-римской борьбе Михаила Борова. И свои детско-юношеская спортивная школа и физкультурно-оздоровительный комплекс возрождают спортивное ветеранское движение. И молодежь, и взрослые, и даже старшее поколение по вечерам пропадают в спортивных залах и на спортплощадках. Когда дедушка ведет внука в спортзал, и самый дорогой для него и авторитетный человек занимается каким-то видом спорта, и ребенок все это видит, его трудно потом по истечении какого-то времени заманить в какое-то, ну скажем, такое нелицеприятное течение. Единственная пока проблема кадровая, но и здесь стараются создать все условия для молодых специалистов. Работает программа «Жилье для молодого специалиста и для медработников». И любому со светлой головой и работящими руками молодому человеку есть где себя применить, а район готов всячески поддержать. Только по программе устойчивого развития села уже 32 молодых специалистов получили субсидии на строительство собственного дома. В этом году еще 15. 63 получают подъемные. Если руководитель заинтересован своим работникам, если работник ответственный и дисциплинированно относится к своим обязанностям прямым, работает хорошо, то соответственно руководитель нуждается в этом человеке и должен помощь оказывать. Очень программа нужная, нужная в том, чтобы молодые кадры оставались на селе, работали, развивали. Соответственно, не только хозяйство развивается и само собой, и село развивается. За последние три года у нас пришло молодых специалистов, работников, которые работают в сельском хозяйстве, на сегодняшний день 98 человек. То есть это согласно вот этих программ, то что люди подумали, решили, что есть жилье, есть работа, поэтому начали оставаться. У человека какие-то должны быть корни и составляющие, какая-то обязанность перед этой территорией. За один год мы все это не решим, но уже возврат непосредственно наших специалистов, которые обучались в наших школах, сегодня потихоньку приводит к соответствию. Для работы и для жизни в Похвестневском районе есть все, и не без проблем, но сообща справляются со всем. Поэтому держатся здесь крепко за свою землю и друг за друга. Если бывает трудно, идут за советом к старшим или к духовному наставнику, отцу Георгию, к Михайлово Архангельскую церковь в Красных Ключах, где хранятся мощи первого святого Самарской земли Петра Чегринского. Да и сама церковь место особенное, стояла даже в годы советской власти, не говоря уже, что ценный памятник деревянного зодчества 19 века со старинным внутренним убранством. Уважение мудрости прошлого и другой культуры, почет традициям и корням и взгляд в будущее – крепкий фундамент, на котором стоит Похвестневская земля. Невзирая ни на что, надо всем и каждому делать то, чтобы вот та территория, где ты проживаешь, была комфортна не только сегодня для тебя, но и в плане твоих последователей, детей, внуков. То есть, если вот это будет в каждом жителе нашего муниципалитета, оно уже присутствует, все у нас получится. Редактор субтитров А.Семкин